Эскалация в зоне АТО сегодня погибших и раненых среди украинских бойцов нет, но с наступлением сумерек боевики наращивают плотность своих обстрелов. Подключают тяжелые калибры, в том числе танки и гаубицы. Украинские военные все чаще отвечают огнем. Самое горящее направление Мариупольское, и там сейчас находится наша съемочная группа. Позиции украинских военных в районе пункта пропуска пищевик под Мариуполем. По этой дороге жизни с неподконтрольных территорий приезжают люди за пенсиями или купить продукты. Тут дешевле. Наличие гражданских на линии фронта нервирует военных. Они уже несколько раз находили свежие фугасы у дороги жизни. Они уже наладили сюда автобусы, постоянное движение за украинскими выплатами, социальными, различными. Ну и плюс продуктовые туры. Людей понять можно, людям надо как-то выживать. Но создают они нам дополнительные проблемы. На так называемой таблетке или буханке, уазике без лобового стекла едем на нулевые позиции. Петельный вариант. Да. По прибытии нам приказывают быстро переместиться из машины в окоп. Стреляют здесь постоянно. Крупнокалиберные пулеметы, реактивные гранаты. Периодически боевики используют калибры и побольше. Вчера где-то в районе где-то с 10 до 20 минут один на 100. Был небольшой социальный обстрел. Прилетело 5 штук. 82-х мин. Хотя у нас режим тишины. Как оно говорится. И так каждый день. В окопах сотни и тысячи ос и пчел. С началом сезона жары насекомые перебрались к бойцам. Пехота закопалась основательно. Глубоко. В окопах не так жарко. И иногда влажно. Да, они вроде не кусают. Они с нами подружились. Мы с ними тоже. На этих позициях есть одно памятное место. Несколько месяцев назад здесь погиб военный. Его побратимы прямо тут построили полевой мемориал. И следят за ним. Как бы вот ребята сделали, ему тут памятник. Там цветочки иногда ставим, там протираем. То есть ухаживаете, да? Да. Да. Каждый раз, когда проходим, понимаем, что надо пониже ходить тут. Если же говорить об обстановке в целом, то за прошедшие сутки мариупольское направление самое горячее. Тут оказались под огнем крупнокалиберных минометов, гаубицы, танка. Поселки Водяное и Лебединское. Для журналистов это пока закрытая территория. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.